Всем привет, вы на канале Суперкит. Ну что же, как и обещал, хочу рассказать, куда можно использовать неттоп, который был на обзоре несколько видео назад. Сразу хочу добавить, что это способ решить некоторые вопросы, а не призыв купить данный девайс. Если вы не видите ему применения, то понятное дело, что вам он не нужен. Но возможно вы хотели бы получить какое-то решение, но не знали, что можно его получить таким способом. Мне же он достался почти даром. Конечно он слабее современного компа, но ведь и цели могут быть разные. И для некоторых целей этого может быть вполне достаточно. Естественно первая возможность, которая сама собой напрашивается, это использовать как компьютер. Но не для мощных исчислений. Все банально, офисная работа никуда не делась. Распечатать условные бланки, мощности такого мини-компа хватит с головой. Второй вариант это использовать неттоп как домашний сервер. Если у вас много устройств, я имею ввиду компы, телефоны, ноуты. Если вы пользуетесь торрентами, постоянно включенный такой прибор поможет использовать как общий доступ к файлам и как место, куда постоянно будет что-то закачиваться. И оттуда всегда с любого устройства можно будет запустить желаемый файл. Все это возможно, так как в этом неттопе, в отличие от многих мини-пк, которые позиционируются как смарт-тв приставки, есть место под винчестер. В комплекте же этот винчестер вообще установлен изначально. Если не устраивает объем внутренний винт, можно заменить, не добавляя никаких проводов. Конечно, можно сказать, что для этого всего можно использовать более умный роутер. Но ведь цена у него намного выше, чем у бу неттопа, который при подключении к имеющемуся роутеру вполне может заменить более дорогой роутер. Также его можно использовать как сервер для игр. Если у вас хороший инетт и есть желание сделать сервак дома, то есть и такой вариант. Весьма интересный вариант использовать его как своеобразный внешний Wi-Fi винчестер для хранения собственных файлов. Например, можно расшарить папку с файлами, настроить все и при подключении ком будет доступен, чтобы по сети Wi-Fi дублировать на него ценные файлы. В таком режиме использования не нужен даже монитор, он понадобится лишь один раз, как будете настраивать. У неттопа есть кнопка включения, она же является кнопкой и выключения. Включили, слили инфу, выключили, убрали. У меня в частности есть внешний винт, который я использую не для переноса информации, а именно для хранения, периодически обновляя свои файлы. Все может быть, никто не застрахован, если винт на компе перестанет работать, то сохраню большую часть этой информации. Но это если другого применения не видно. Например, как я и говорил в том видео, мне удалось его купить фактически по стоимости винчестера в нем. Отчего бы не взять такую вещицу почти задаром. Самый интересный вариант и как раз очень актуален, особенно для людей из частного сектора. Это раздача инета с 3G или 4G модема на несколько устройств. Опять же, да, роутеры есть разные, но роутеры есть капризные. Есть такие, как я и показывал в одном из своих видео, которые с модемом одной и той же модели, но в разных версиях прошивки 3G модема, в одном случае работал, а в другом нет. То есть вы купили модем, потом к нему роутер, вам все это прислали из интернет-магазина, на сайте роутера поддержка модема была заявлена, а по факту он не работает. Я уже не говорю про то, что далеко не все компании, производящие роутеры с поддержкой 3G модема, публикуют нормальный, полный и правильный список поддерживаемых моделей. Я же предлагаю вариант, в котором роль опознавателя модема будет выполнять неттоп. То есть по сути комп с полноценной операционной системой, которая точно опознает любой 3G или 4G модем с помощью полагающегося к нему ПО. Далее дело за настройкой раздачи инета с неттопа. Об этом можете сами почитать в инете, кому пригодится, но лет 10 назад для меня именно такой вариант был выходом использования инета. Так что это реально, да и способы описаны достаточно детально в интернете. Порой не все так однозначно насчет компьютерной техники, которая кому-то кажется отработанным материалом. Как видите, есть много способов дать такой технике новую жизнь. А самое главное, получить положительную отдачу от этого. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!